Соблазни меня красиво Вот не дано И вопрос у меня такой Как вы думаете, этому можно вообще научиться? Или если нет, то и пыжиться нечего? И пошла я Мне тоже кажется, конечно, это такой врожденный талант Соблазнять Но сейчас же есть масса различных школ по соблазнению Школы гейш, например Школы пикап Мне все это очень чуждо Кстати, знаете, я в свое время читала, что Мерлин Монроп осещала Заочно школу шарма И ей присылали там такие чертежи Какие позы принимать И я потом смотрела на фотографиях, явно она А ты почему этой литературкой увлекаешься? Мне про Мерлин Монро было интересно Ирина, скажите, ну есть какой-то Вообще, на самом деле, да, мне кажется, женщины Вот очень, мужчины очень обращают внимание на пластику женщин Я согласна Вот, вы сейчас волосы поправили, это же из этой истории, правильно? А ты заметил сразу Да, я заметил Ирина, скажите, ну у вас есть какое-нибудь такое ломовое, стопроцентное оружие? Что вот вы его пускаете в ход и все, мужчина соблазнен Конечно, есть, конечно, есть Это сцена Когда я выхожу на сцену, мне многие говорят, что я кардинально меняюсь То есть, если вдруг в кафе нет сцены, вы быстренько ее тащите с собой, заходите на сцену и все Правда, мужчина есть, а в сцены нет, что делать? Ну, кроме сцены, если это полевые условия, если это не сцена, то что? Взгляд Взгляд и улыбка, мне кажется, самое основное оружие женщины, и лично мое, это улыбка А знаете, многие мужчины говорят, что у женщин должен быть низкий голос Скажите что-нибудь низким голосом Достаточно Достаточно Ирина, взгляд на эту проблему в нашей новой рубрике, которая называется «Детсовет» Посмотри вместе Детсовет Согласен, что девочки не слабые зачастую Так, мы продолжаем разговор Ирина Ортман Ирина Ортман И вы знаете, вот Это потрясающе Да, и сейчас, знаете, вот есть Сами младенца Да, точно, Ирина Я сейчас чувствую себя, вот, как тот самый Карлсон, знаешь, который в телевизоре Здравствуйте, здравствуйте Да, и вот тут раз изображение пропало, что делать? Ирина, скажите, как вести себя мужчине, если он чувствует, что его пытаются соблазнить Но в планы его это не входит, вообще не входит Вот как дать понять девушке, и самое главное, ее не обидеть, что, ну, как-то вот, не надо сейчас мне вот глазки строить Так может, это у вас мужчина лучше спросить? Самое главное, самое главное, мужчинам не снимать обручального кольца Те, которые пытаются вступить в диалог с женщиной Мне кажется, сейчас женщины стали более разумными, мудрыми, и они не вступают в отношения с женатыми мужчинами Вот дать понять просто, что у него семья, есть любимая женщина, и все А, то есть нужно вот так постоянно около лица держать руку, почесывая свою трехдневную неблитость, говорить, ну да, не надо меня соблазнять, не надо Да, многие наоборот, только и дай кольцо, чтобы еще интереснее Нет, а может быть он не женат, в конце концов, знаете, а просто там конкретно я ему не нравилась Ну ладно, а Ирина, вот смотрите Если он не женат, то, ну мне кажется, как-то стоит перевести разговор более в дружеское русло Ну дружбы между мужчиной и девушкой не бывает Ну не бывает Ну ладно тебе, да ну ладно тебе Ну не бывает, вот мы с Шилиной не дружим поэтому А я дружу А я с тобой дружила до этого момента Ирина, а скажите, вот дети наши говорят, да, что многие девочки дерутся больно Можно так мальчику дать в нос, что кровь из нос пойдет Вообще, какие девушки, ну взрослые девушки уже совершают такие ошибки в соблазнении? Как вы думаете? Я поняла, но мне кажется, самая главная ошибка современных девушек Показывать молодому человеку, что они готовы на все Мужчинам это не нравится Нужно как-то тонко проявлять свои методы соблазна Мужчины все-таки охотники по своей природе И им нужно завоевывать нас Ну я с вами тут, конечно, могу не согласиться Просто иногда наоборот девушки делают что-то такое экстравагантное Что-то такое необыкновенное, чтобы привлечь внимание мужчины Ну что, ну что, ну что, ну что Ну я бы, конечно, сейчас к рубрике подвелся с удовольствием Ну, например, ну, садиться на гидроцикл и мчиться куда-нибудь вдаль по ночному городу Соблазнительно Соблазнительно, согласись Только при чем здесь вы? Я не знаю, при чем здесь мы, но я, может быть, думаю, что Лена Попова для этого делала в этой рубрике, нет? Не уверена Тем не менее, друзья, гидроцикл, Лена Попова и рубрика «Тело в дело» Ирина, ну согласитесь, смело, да, на гидроцикле так? Уверена? Шикарно, я хочу к вам в Петербург Пожалуйста У нас такого вида транспорта нет Пожалуйста, приезжайте Да, ничего, что Олег Москвич Да, пожалуйста, я приеду И я тоже Ирина, скажите, ну мы все-таки возвращаемся к приему Действительно интересно, какие приемы существуют? Могли бы рассказать свои? Давайте, мы свои, а вы свой приемчик Ну вот волосы, поправление прически есть, да Да Яна, надо понизить голос Улыбка, взгляд Улыбка, взгляд А вот прием, игра в кошки-мышки, как бы приблизился к человеку, а потом его, наоборот, отдаляешь Вы используете такой? Ну такой метод тоже действенен, вы знаете, я так своего мужа, можно сказать, привлекла Да вы что, заорканили мужа своего? Да Ну расскажите, как это было? Ну у нас месяц общения, три месяца расставания, вот так было Ну вообще вы рисковали, потому что сейчас соотношение девушек с мужчинами 17 к одному И, конечно, ты его туда, а другая цап, еще одна кошка, понимаешь? Нет, за три месяца, конечно, можно и потерять Если мужчина твой, если мужчина твой, то он обязательно будет твоим Все 17, несмотря ни на какие испытания А вы знаете, в Новой Зеландии, ну там в прошлом, по-моему, веке, был тоже свой язык подмигиваний глазных И вот, допустим, если ты мигаешь правым глазом, ты говоришь, я тебя люблю, а левым я тебя ненавижу Вот это вот не запутаться, да? А если у человека один глаз? Я могу только одним, кстати, вот Такой, левый, да? Левый, я тебя ненавижу Слушай, Ирина, вы можете только одним глазом моргать? Серьезно? Правда Послушайте, вы моя сестра, я тоже, я смотрите, я не могу, я могу одним глазом закрывать, а другой не могу Хорошо, я сейчас спасу, Ирин, подмигивание левым глазом дважды, я замужем Спасибо, Татьяна Ну и надо сказать особенно, Ирина Ортман, дело в том, что вот ради вас, Ирина, я смотрел в 2003 году «Фабрику звезд», вам очень идет сцена, это правда Да, Сережа сейчас нам признался, да, спасибо огромное Единственную участницу, которую я ждал, когда же пояться, а все остальные как-то мимо прошли Сережа, а ведь разве, вот разве это не прием для соблажнения? Какое для меня это откровение приятное, спасибо Смотрите, комплимент не то чтобы в лоб, а просто сказал честно все Вот если бы сейчас Ирина выбирала между вами двумя, Олег, мне кажется, ты бы был свинчен Я бы свалился бы, конечно, да Да, но пришел бы муж и все поставил на свои места И слил бы тебя Ирина, да А вы скажите, вы можете подойти так к мужчине и что-нибудь ему, какой-нибудь комплимент прямо вот сказать, прямо вот смело так Ну да Конечно, я всегда говорю комплименты не только мужчинам, но всем людям, которых встречаю, которые мне симпатичны Вы мне очень симпатичны, ребята Да, да, хорошо Я вас обожаю Спасибо Конечно, не нарываемся, но тем не менее, спасибо Да, и все комплименты начинаются со слов Филипп Едросович, вы так хорошо поете Слушайте, а может быть, не стоит, я вот подумал, может быть, женщине не стоит действительно соблазнять мужчину Если он ей нравится Ну, я сейчас говорю о незамужних мужчинах и незамужних женщинах Подошел, подошла и все честно сказал Ты мне нравишься, я хочу с тобой провести время и жизнь, к примеру Я считаю, да Дети же сказали, что нужно подойти и сказать Ирина, я с вами совершенно согласен Не знаю, согласилась и Татьяна Ширина, и Сергей Рябухин, который ради вас купил цветной телевизор, чтобы смотреть вас Да, в 2003 году поменял свой горизонт на, не могу сказать, на какой Горизонт 2 Ирина Ортман была в гостях, Ирина, большое вам спасибо, вы и бесценны прекрасны Спасибо, бесценны Бесценны Спасибо А мы прощаемся, но вернемся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok